Сталин в одно время всех этих победителей, которые выходили на парад, которые портили человеческий взгляд, в одну ночь вывезли просто на остров Валаам. Это наша история. Их там взгновили, они там умерли, вот эти победители. Мы сегодня не о войне, мы сегодня о том, об отношении. Еще недавно инвалидов никогда не было видно в публичном пространстве. Детские дома для инвалидов были закрыты, инвалиды престарелые были закрыты. И это была территория, которая была из общественного поля вообще выведена. Поэтому сегодня вот это только начинается. У нас пандусы устраивают, у нас можно видеть на переходах пешеходных эти плиточки, которые для слепых устроены, чтобы они могли проходить. А в сознании людей у нас все еще, так сказать, не вызревшая по-настоящему эта проблема. Люди, у которых дети инвалиды разного рода, это люди несчастные, у которых нет общественной поддержки, у которых стыдно появляться в общественном пространстве. К сожалению, в советское время инвалид приравнивался к получеловеку или вообще на которого не стоит обращать внимание. Это вообще что-то такое, какой-то нонсенс в обществе. Не только не обращали внимания, а вообще это был человек как минимум второго сорта. Эту парадигму надо поменять и в сознании людей в нашей стране и в сердцах верующих в том числе. Потому что Бог нам заповедовал любить людей независимо от их возможностей, статусов, социального положения, ничего бы то ни было. Вырвать этих людей с депрессии, потому что они в депрессии эти люди, они в разочаровании, они просто, вы знаете, не имеют надежды. И в семье друзей моих молодых родилась инвалид девочка. И вот мы всей церкви любим ее и молимся за нее, и общаемся с этими родителями, поддерживаем их. Они верующие и уповают на Бога, принимают так, как есть. Когда я столкнулся с этими ребятишками, когда увидел разных и на колясках, и аутистов, и ДЦП инвалидов, вот, в моем сердце что-то случилось. У меня было пять ребятишек, все были они абсолютно разные. Я то есть с ними и находился, и жил, то есть вот неделю они были со мной. И настолько, знаете, мы, не знаю, что это произошло, наверное, сердце открылось или что-то, я увидел какую-то любовь в них. Я просто задал себе вопрос, что я вот имею руки и ноги, имею голову, имею много достатков, много возможностей, и я не имею радости и счастья, которые я вижу в их глазах. Но, помогая им, этим детям, служая им, находясь с ними, ты видишь вот этот свет, вот это счастье в их глазах, что они так рады, им больше ничего не надо. У нас есть отклики родителей на это служение, когда они просто благодарили нас за то, что мы вообще обратили внимание на инвалидов, более того, проявили к ним заботу и любовь. Эти люди могут быть хорошей проповедью, провозглашать Христа, потому что эти люди, несмотря на трудности, которые у них в жизни, они достигают потрясающих успехов, и если этот человек верующий становится, то он воздает славу Богу. Когда мы стали строить новый храм, мы продумали специальные пандусы для колясовщиков, чтобы было удобно заехать инвалидам и выехать. Хоть это может быть артитектурно, но не очень выглядит красиво, перед храмом такие вот пандусы, но зато способность, возможность прийти все инвалиды в церковь. Среди родителей уже идет хорошая, добрая такая молва как раз о церкви, что церковь помогает им, хоть кто-то им помогает, потому что на самом деле очень мало для них есть каких-то таких возможностей, что кто-то заинтересован в их детях, кроме их самих, эти дети по большому счету никому не нужны. И поэтому мы видим, как с одной стороны родители очень так позитивно относятся к этому служению, но и в то же время дети. Я удивился, но эти дети могут познавать Бога, эти дети могут слышать Евангелие, эти дети откликаются на евангельскую весть, они поют христианские песни, они просят, чтобы им читали любимые, понравившие им тексты Писания. Я знаю, что Бог подымет в России, в баптистском братстве, именно людей, которые имеют сострадание к этому служению, имеют желание служить этим людям и подымется огромное такое служение, которое сегодня позволит этим людям прийти в церковь.